Моей маме недавно исполнилось 62 года, только что говорила с ней по телефону. Она у меня потрясающе энергичная, работает, держит пасеку, находит силы на всю нашу большую семью. Мужа, меня, двоих сыновей, троих внуков. Я пожаловалась ей, что тоже хочу все успевать, но сейчас не могу. Отправила сына в школу, до работы еще не добралась, а уже устала. Повышенная утомляемость – один из признаков проблем со щитовидной железой. В начале беременности ей приходится функционировать за двоих. Именно работа щитовидки влияет на интеллект будущего ребенка. Проверять ее нужно, даже если нет никаких жалоб. А чем шкодливый йододефицит безпосредственно для будущей мамы? Науковые исследования довели, что йодный дефицит сприяє різной патологии, которая трапляется в час вагитности. Поэтому лучше забегти этому. Забегти этому мы можем одним простым способом – это адекватное надходление йоду. Для вагитных мы радуем все-таки сделать так называемую групповую йодную профилактику шляхом додаткового надходления физиологических доз йоду у вигляді різных препаратов. Чому стоит принимать йод в соседстве с селеном? За последние годы доведена нестача селену. Она посиляет дефицит йоду. Сучасный подход к профилактике йододефицитных разводов полягає в комплексному призначенню цих двох микроэлементів. А для беременных йододефицит опасен вдвойне. Он может нарушить развитие плода. Поэтому я принимаю препарат Йосен ежедневно. Святая обязанность после визита к эндокринологу – отчитаться перед мамой. Чтобы успокоить маму, пообещала раз в неделю устраивать себе рыбный день. В морской рыбі і морепродуктах много йода. Ціни кусаються, але на дітях не економять. А як ви боретесь с йододефицитом? Да і вообще, як дела у беременных по ту сторону экрана? Пишіть мені на страничці нової житні в Фейсбуці.